Итак, всем привет! В данном ролике мы поговорим про кривые в блендере. Кривые это достаточно такой очень комплексный и мощный инструмент, при помощи которых можно делать очень много в блендере. Поэтому я думаю, даже в один урок мы и не уложимся. Но давайте разберем по порядку. В первую очередь добавим саму кривую на сцену. Заходим на вкладку Add и у нас есть вкладка кривых, Curve. Ну давайте начнем с первой, это кривая безе. Добавляем ее и у нас появляется на сцене вот такого вида кривая. То есть это у нас кривая безе. И для того, чтобы редактировать, заходим в режим редактирования. И видим, что у нас есть здесь два элемента. То есть две вершины, которые также имеют вспомогательные оси. И также вершины как в принципе и Mesh мы можем свободно трансформировать. То есть мы можем перемещать вершины, можем их вращать и можем масштабировать. Но при этом вершины, если данным мы масштабируем, то у нас масштабируются вот эти вот вспомогательные оси. И чем меньше мы делаем размер, тем более у нас расстояние прямое становится, так сказать, между вершинами. Чем больше мы его увеличиваем, соответственно, тем больше у нас идет такой изгиб. Помимо трансформации вершин мы можем добавлять новые вершины. То есть мы можем экструдировать новые вершины при помощи горячей клавиши E. То есть нажимаем и у нас добавляется новая вершинка. То есть можем экструдировать сразу несколько вершин. В принципе здесь ничего сложного. И так далее. Если мы можем дублировать вершину, нажать Shift D, у нас появляется независимая вершинка, которую также мы можем в дальнейшем как-то, допустим, экструдировать. Но также помимо того, что мы можем в хоткейме создавать данную криву и как-то ее править, у нас еще также есть в режиме редактирования соответствующая панель инструментов. И давайте также разберем, что у нас здесь есть интересного. А, и да, также чтобы соединить две соседние вершинки, допустим, здесь мне нужно замкнуть контур. Так же, как и с Mesh, мы просто нажимаем клавишу F. И у нас создается между ними опять же кривая. Итак, давайте сейчас данные все вершинки я просто удалю. Удаляем вершины. И сейчас при помощи первого инструмента, Draw, он нам позволяет нарисовать уже при помощи курсора мыши просто какой-то свой контур. Ну, допустим, что-то похожее я сделал, то ли на клевер, то ли на крылья бабочки. Но в целом видим, что данный инструмент позволяет нам рисовать кривую прямо при помощи курсора мыши. Также у нас есть инструмент, который называется CurvePen. Он нам позволяет, в принципе, делать то же самое, только уже в режиме экструдирования. То есть, допустим, у меня сейчас выделена вот эта вот последняя вершинка. И при помощи данного курсора я могу щелкать уже конкретно один раз левую кнопку мыши. И у меня будут создаваться опять же новые вершинки. А, ну вот у меня справа тоже она была выделена. То есть, я могу, допустим, выделить какую-то одну вершинку. И также при помощи данного инструмента создавать новую вершину. Следующий инструмент – это инструмент экструдирования. Мы его, собственно, уже прошли. То есть, гораздо проще экструдировать при помощи горячей клавиши. Ну и следующий инструмент – они уже относятся к настройкам, параметрам самих вершин. Но они более уже наглядно видны их работу, когда мы зададим объем нашей кривой. Поэтому пока что их оставим без внимания. И вот, например, вы для начала наметили свою кривую. То есть, создали общий контур. И затем уже хотите либо здесь все залить, так сказать, сделать из этого одну большую грань. Либо там задать объем вдоль данного контура и так далее. Все это выполняется на вкладке работы с кривой. На вкладке Object Data Properties. Итак, в первую очередь мы выбираем тип кривой. 2D либо 3D. То есть, 2D кривая – это, как правило, у нас идет просто какая-то плоскость по контуру данной кривой. 3D, соответственно, это уже мы задаем какой-то объем данной кривой. Ну и чуть позже, уже более наглядно, мы сейчас и разберем, в чем разница данных двух режимов. Давайте для начала выберем режим 2D. И по порядку тоже разберем парочку настроек. Первый параметр – это у нас Resolution Preview. Это у нас непосредственно разрешение данной кривой. То есть, сколько, опять же, сегментов, точек она будет содержать. То есть, если мы сейчас будем уменьшать, то видим, что у нас и наша кривая становится более угловатой. Соответственно, чем больше мы это ставим разрешение, тем больше у нас наша кривая становится плавненькой, круглой. Следующий параметр, который нас интересует – это Fill Mode. Это как раз режим заливки. И сейчас у нас стоит режим Non, и у нас никакой грани здесь нет. То есть, есть лишь чисто сам контур. Если же мы выберем какой-то режим, то у нас ничего не произойдет, поскольку у нас контур не замкнут. Так, давайте выберу режим выделения. То есть, вот у нас здесь, видим, у нас есть разрыв. То есть, мы можем, опять же, либо выделить данную вершину, нажать F. И у нас автоматически уже сразу создалась грань, поскольку контур замкнулся. Либо еще есть у нас на вкладке Active Spline такое свойство, которое называется Cyclic. Если мы отметим галочку, у нас также автоматически две вершины, последние они замкнутся. То есть, таким образом, не нужно искать, где у вас там начало, где конец, там их соединять. Можно просто нажать галочку, и, соответственно, у вас замкнется весь контур. И вот таким образом, видим, что у нас контур замкнут. Сразу же выполнилась заливка нашего контура, и появилась грань. Для того, чтобы продемонстрировать остальные режимы, необходимо нам задать еще толщину данной грани. Давайте сразу же к этому и перейдем. Чуть ниже у нас есть вкладка Geometry, где мы можем задать геометрию нашей кривой. Если мы будем задавать параметр Extrude увеличивать, то мы будем экструдировать уже саму грань, и видим, у нас появляется объем. И как раз здесь сейчас мы можем попробовать поменять режимы Fill Mode. То есть сейчас у нас стоит Front, и мы увидим, что снизу у нас грани нет. То есть у нас отрисовывается грань лишь сверху. Выбираем Back, соответственно, у нас остается только нижняя грань. Если нам нужны грани с обеих сторон, выбираем режим Boss. Также мы можем, например, разрывать контур еще внутри нашей грани. То есть, допустим, давайте я попробую сейчас нарисовать внутри какой-то рисунок, не выходя из режима редактирования, при помощи режима Draw. И теперь видим, что у нас внутри также есть контур кривой, и, соответственно, он у нас уже здесь вырезается. То есть, если мы сейчас выключим режим None, то, видимо, таким образом у нас работает кривая. И вот таким образом можем, в принципе, рисовать внутренние контуры и добавлять еще какие-то детали, какие-то отверстия, вырезы у нашей кривой. Итак, на вкладке с геометрией у нас еще есть вкладка Bevel, это у нас фаска. И мы можем скруглить немножко наши края, вот таким вот образом. То есть, у нас выполняется фаска. Вот, параметры Start, End, Mapping и Path Animation мы разберем напрямую с другой кривой. То есть, здесь контур замкнут и не очень будет наглядно. А давайте пока что вернемся сейчас к режиму 3D, и уже посмотрим, как бы вот кривая выглядит при этом. То есть, видим сейчас у нас данные верхние и нижние грани у нас пропали, и у нас лишь остался сам вот этот контур, непосредственно уже с объемом. То есть, также точно видим, что у нас есть здесь ряд уже своих параметров. Допустим, тот же Fill Mode уже у нас относится к вот этим боковым граням. То есть, сейчас стоит режим Half, и у нас видим, что у нас только с одной стороны опять же задается объем. То есть, если выберем Full, вот у нас уже кривые задаются в виде таких стенок. И уже можем, например, выполнять какие-то, ну там, не знаю, те же лабиринты, например, как вариант. Здесь уже что-то похожее получилось. То есть, также вы выбираете, в каком режиме у вас задается объем уже вот этим боковым, так сказать. Ну, или самого контура, если быть точнее. А остальные параметры, в принципе, здесь те же самые. То есть, насколько у нас будут толстые данные грани, то есть, либо это у вас вообще будут, какого-то прямоугольного, либо квадратного сечения, больше похоже на провода, например. Также размер вот этой вот паски, насколько она у вас толстая будет, и так далее. То есть, вот, в принципе, видим наглядную разницу между режимами 2D и 3D. То есть, 3D режим уже конкретно используется, когда нам нужно задать объем именно саму контуру. А в режиме 2D, если нам нужно создать какую-то грань по данному контуру. Итак, давайте добавим на сцену другой тип кривой, кривую циркл. И на ее примере разберем еще оставшийся параметр, который мы пока что оставили без внимания. Для начала мы зададим сразу же объем, то есть, проэкструдируем немножко данную кривую и зададим ей фаску. После чего перейдем в режим редактирования и раскроем вкладку Item в правом верхнем углу. И в данной вкладке Transform мы заметим, что у нас у каждой вершины есть ряд своих параметров, изменяя которых, мы можем изменять финальный вид кривой. То есть, в первую очередь, мы можем изменять радиус вершин. То есть, если мы будем увеличивать радиус, то мы будем увеличивать и величину, так сказать, задания толщины в области данной вершины. То же самое с параметром Tilt. То есть, я могу выбрать, например, другую вершину и начать изменять вот этот вот угол. И видим, что у нас получается, у нас кривая наша начинает закручиваться. И давайте здесь разберем еще один тип кривой, кривую паз. Если мы зайдем в режим редактирования, то у нас по получанию здесь видим, что есть пять вершин. И если мы их сейчас будем двигать, то видим, каким образом у нас двигается сама кривая. То есть, она не один в один следует за вершинами, а лишь пытается отдаленно повторить их контур. Если мы будем новые вершины добавлять, то опять же видим, что у нас идет такая более сглаженная кривая, чем нежели у нас идут вот эти вершинки расположенные. То есть, это удобно, когда вам нужно именно делать какую-то плавную кривую, не заморачиваясь, не выравнивая сами вершинки. То есть, тоже, в принципе, достаточно интересный тип кривой. Но при этом все остальные настройки, как видим, в принципе, у нее все те же самые. То есть, мы также можем задать толщину, объем и так далее. Ну и также видим, что здесь добавилась парочка параметров, которые нам позволяют менять алгоритмы построения данной кривой. Но в данном случае, в принципе, по умолчанию уже выглядит неплохо. Итак, с данной кривой мы разобрались, и нам еще осталось разобрать две вкладки. Start and Mapping и Pass Animation. Первая вкладка Start and Mapping, она работает только, когда у нас контур не замкнут. То есть, если мы сейчас будем что-то здесь изменять, ничего не меняется. Поэтому мы сейчас просто отожмем галочку View. Вот у нас контур получается не замкнутый. И теперь мы будем пробовать менять вот эти два параметра. И что у нас будет происходить. Видим, что у нас наши кривая начинает урезаться. То есть, это у нас параметр, который нам определяет начало и конец нашей кривой. То есть, по умолчанию от нуля до днинице у нас будет вся кривая отображаться. Но если же мы будем урезать до какого-то коэффициента, то, видимо, урезается сама кривая. То есть, как правило, это очень удобно использовать, когда вам нужно заанимировать, например, появление данной кривой. То вполне вы можете, например, взять на первом кадре заанимировать, нажать i, выбрать где-нибудь там на сотом кадре, довести до единицы. И таким образом проиграть это все дело. И вот таким образом видим, что при помощи данного параметра, в принципе, можно реализовывать подобные анимации. И вкладка Path Animation позволяет нам передвигать объекты, которые находятся дочерними, к данной кривой, собственно, вдоль данной кривой. Ну, давайте я быстренько попробую что-нибудь добавить. Например, там ту же обезьяну. Для работы данного раздела нам нужно, чтобы у нас данная обезьяна была дочерним. Зажимаем Shift и тянем просто на кривую. То есть, убираем обезьяну дочерним к нашей кривой. После чего, если мы будем двигать как раз, изменять параметры Abulation Time, то видим, что у нас уже данная обезьяна движется вдоль данной кривой. Единственное, что видим, что она у нас немножко смещена. Если нам нужно, чтобы она двигалась ровно вдоль кривой, то мы можем выбрать нашу обезьяну и почистить ей, сбросить точку origin. И вот видим, что у нас данная обезьянка сбросилась в начало кривой. И таким образом, уже сейчас мы можем изменять данный параметр, и у нас объект движется по данной кривой. При этом видим, что если мы ведем дальше, то она у нас просто идет по инерции от нашей последней кривой. Если же мы контур замкнем, то она у нас будет постоянно, как вот по таким рельсам, плавать по нашей кривой. Если же мы укажем галочку Clamp, то она у нас пройдет. Так, давайте я в ноль сброшу. Вот она у нас пошла. Прошла один круг и остановилась. Сколько бы я дальше не вел, дальше она уже не идет. Первый параметр Frames – это количество кадров, за которое пройдет полностью один такт анимации. То есть вот этот вот один круг обезьяна пройдет за 100 кадров. И параметр Follow, он нам позволяет делать так, что у нас вот наш объект, он следует соответственно по кривой. То есть он проворачивается в нужном направлении. Ну давайте мы только развернем. На 180 нашу обезьянку. И сейчас если я снова буду двигать, давайте Clamp уберу, то вот видим, что она у нас проворачивается вдоль данной кривой. Но в документации Blender написано, что данный раздел является устаревшим и разработчики советуют пользоваться уже непосредственно самой привязкой. На вкладке Object Constraint Properties у нас есть такая привязка, которая называется Follow Path, которая как раз так же позволяет привязывать объекты к какому-то пути, а именно к какой-то кривой. Но данный параметр мы разберем в рамках другого практического ролика. А на этом у меня все, поэтому всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok